Ассаламу алейкум, друзья! С вами программа «Семейный доктор». И мы сегодня с врачами-травматологами побеседуем о травмах, с которыми мы сталкиваемся в повседневности, в быту, на производстве, в домашних условиях. Они расскажут нам, какие виды травм существуют, и об эффективном лечении, и, конечно же, реабилитации. Не переключайтесь, будьте с нами, будет интересно. История Шамшина дай мне, пожалуйста. Так, история Шамшина. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Селик, журналист телеканала «Асварна». В рамках передачи «Семейный доктор» мы сегодня решили посвятить тему травмам. Расскажите, пожалуйста, что такое травма, что она в себе представляет? Ну, травма – это повреждение каких-либо органов, повреждение костной системы, повреждение внутребрешной, повреждение грудной клетки, закрыт травмы грудной клетки делятся. Повреждение костей таза, повреждение опорно-двигательной системы. Ну, не бывает. Травмы делятся, как правило, производственные, бытовые, спортивные травмы. Термическая травма, переохлаждение или ожоги. ДТП, при ДТП сочетанная травма бывает. Повреждение как внутренних органов, перелом костей и повреждение черепно-мозговой травмы. То есть отрасление головного мозга или ушибы головного мозга. А вот вообще, сколько вам сюда поступают людей с травмами? Ну, в день, скажем. Больных в отделение поступает, ну, по прямому пакову, до 10-12 человек больных поступает. С различными видами травмы. Это даже транспортные происшествия к нам привозят. Бытовые падают. Сейчас тем более скользко на улице падают. Повреждение костей, как бедных костей, повреждение верхней и нижней конечности. Плюс ожоги и отморожение. К вам поступила, получается, пациентка, да, вот вы сейчас историю болезни просматриваете. Что случилось с ней? Больная шамшина, она поступила с закрытым чрезвычным переломом левого бедра. Больная пошла в магазин, больная, страдая сахарным диабетом, пошла, значит, в магазин покупать сахарозаменитель. И наличие-то в пролете упало на область левого тазобедного става и получила перелом, чрезвычный перелом левого бедра со смещением. Угу. Значит, больная. То есть она шла и упала? Шла и упала. По скорой помощи ее привезли к нам, в наш переломный покой. Через 30 минут мы ее обследовали, подняли в отделение, в отделение ее прокапали, потому что подготовили к оперативному лечению и взяли сразу в этот же день, через 40 минут на операцию. Провезена операция, вот ее синтез левого бедра, гамма-гвоздем. То есть вы соединены, получается, да? Да, мы сопоставили, поставили на место отломки, проведена закрытая ручная репозиция. Угу. На ортопедистском столе. И фиксация гамма-гвоздем. Ну, смотрите, если человек, пациент вовремя не обратился к врачам, к специалистам, какие осложнения у него могут быть? Ну, вовремя, если больно не обращается, да, во-первых, бывают переломы без фиксации, происходит, ложные суставы образуются. Это во-первых. Во-вторых, если вот, допустим, взять нашу больную, у нее перелом, чрезвитный перелом бедра, это больная облежала, у нее были бы пролежни, больной образуется пролежни. И, как правило, это пневмония, посттравматическая пневмония, больная заболевает пневмонией. При травмах какие методы лечения существуют? И на каких новомодных, скажем, аппаратах проводят операцию? Две тактики, если это оперативный путь, это мы оперируем, мы частично проводим. И второй, это консервативный, то есть без операции. Ну, как правило, у нас мы оперируем. То есть к нам в отделение больные поступают те, которые нуждаются в операции. То есть которые не нуждаются в операции, то есть можно в гипсовой повязке, это в приемном покое накладывается гипсовая повязка, гипсовая мобилизация, и иную жительство амбулаторно в поликлинике по межжительству проходит дальше. Уже там наблюдаются, дальше их ведут. Если нужно, то повязки переделают. То есть есть репозиционные повязки, потом они в норму коррекцию переводят и уже дальше занимаются. Дорогие телезрители, мы сейчас в операционном блоке. И мы вместе с вами окунемся в сам процесс операции, где нас ждет врач-травматолог, который расскажет нам все подробности о полученной травме пациента. Травма в быту, при ремонтных работ перфоратором получил травму по неосторожности. Диагноз больного звучит следующий. Перелом левой плечевой кости, множественный перелом костей левого предплечья. На данный момент мы производим операцию по восстановлению оси и деформации конечностей. Фиксируем ее специальными металлическими фиксаторами для дальнейшего срастания переломов. Также у больного есть проблемы с нервом, с лучевым нервом, который отвечает за функцию кисти. И осмотрит на нейрохирургом, в будущем будет получать лечение не только по поводу переломов костей, но и по поводу повреждения нерва. Да, я не могу сказать, как ее полностью функция киси будет восстановлена или нет. Это отвечает за это лучевой нерв. То есть он должен наблюдаться не только у травматологов, но и у нейрохирургов совместно. Лечение совместно с двумя специалистами. Ну, операция прошла успешно. Как видели, множественный перелом левой верхней конечности, перелом плечевой кости, множественный перелом костей левого предплечья. Дорогие телезрители, была произведена очень тяжелая операция. И вот сейчас как раз врач нам все расскажет. Как вообще все было? Ну, как вы видели, операция прошла успешно. Были применены современные методики оперативного лечения в сфере травматологии. Применяют специализированные металлоконструкции для фиксации костей. Теперь сроки в течение полтора-двух месяцев рентген-контроль сделаем, все нормально и отправим на раннюю реабилитацию. В нашей клинике имеется отделение реабилитации именно для травматологических больных, чтобы после таких тяжелых травм они быстрее реабилитировались, быстрее приходили в трудоспособность, чтобы восстанавливались быстрее. Ну, а вообще вот после заживления всех ран, скажем, у него у пациента рука прям как у здорового человека заработает, и он сможет снова, да, пополнить ряды трудоспособных? В основном, да, в 80-90% случаев проходит все успешно. Бывают осложнений. Также у него отмечалась нейропатия лучшего нерва, к сожалению. Помимо травматологов, он должен лечиться совместно с нейрохирургами. Ну, время покажет. Через полтора-два месяца, в принципе, можно уже активную реабилитацию, как я говорил раньше. И там в среднем трудоспособность где-то через год должна прийти. Вот так вот. Ну, там существуют определенные методики, упражнения, да, скажем? Да, в реабилитации у нас специализированные есть специалисты, которые они специально учились, ЛФК инструкторы их так называют. Они все профессионалы знают, как работать с какими пациентами, предварительно проконсультировавшись с травматологами, то есть какую нагрузку давать и так далее. Дорогие телезрители, после стационарного отделения пациентов переводят в отделение реабилитации, где они в дальнейшем восстанавливаются от различных видов травм. Здесь также есть спортзал и лечебная физкультура. Пойдемте с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы и добрались до отделения реабилитации, то есть одним из эффективных методов, скажем, лечения после хирургического вмешательства, да, является именно реабилитация. Расскажите нам поподробнее об отделении, какие у вас здесь методики есть. Здравствуйте. Это отделение реабилитации и физиотерапии. К нам поступают пациенты после различных травм. Мы здесь проводим физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру и различные массажи. Современные методы ортопедии и травматологии позволяют пациенту сразу уходить после операции. Но многие пациенты зачастую это не могут делать по разным причинам. Слабость мускулатуры, нарушение лимфоотока, венаотока. И как результат потом появляется выраженная отечность нижних конечностей. Посредством каких инструментов вы заставляете пациентов двигаться, как-то растягивать свои мышцы? У нас внизу на первом этаже находится тренажерный зал. И там пациенты каждый день занимаются, упражняются после различных травм. Им инструктора показывают, какие упражнения нужно правильно делать, как правильно упражняться. Сейчас можем туда спуститься и посмотреть, как они там занимаются. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, расскажите нам, пожалуйста, об этих аппаратах. Какую они функцию выполняют и вообще для чего они предназначены? Это называется механотерапия. Называются эти аппараты для пассивной разработки суставов, конечностей, нижних и верхних конечностей. В данном случае мы как раз демонстрируем вам пассивную разработку коленного сустава. Аппараты очень хорошие, в принципе, заграничного производства, конечно, зарекомендовали себе с очень хорошей стороны. Для чего они нужны? После операции, как известно, в нашем отделении лежат пациенты... После травм. Да, после травм, после протезирования суставов, после каких-либо переломов, которые были вылечены оперативным способом, да, то есть после операции. После этого, чтобы раньше как пациент, в принципе, залеживался, либо он был сам при себе предоставлен, либо им занимался только массажист или просто инструктор, да, этого было недостаточно для того, чтобы пациент стал быстрее на ноги. Эти аппараты нам сейчас здорово помогают. В раннем послеоперационном периоде мы сразу его применяем. Стараемся применять, конечно, второй, третий день, как это у нас получается. Для чего? Для того, чтобы улучшить тонус мышц, улучшить кровообращение. Когда все эти вещи улучшаются, пациент быстрее становится на ноги. Кроме этих, конечно, это какая-то, ну, вот, малая часть, у нас есть еще дополнительный тренажер, у нас есть дополнительные методы для восстановления, но вот этот аппарат, он прям практически незаменимый. То есть эффективный. Очень, да, очень, очень хорошо зарекомендовал. И мы без него практически никак не обходимся. Да, получается, ваш спортзал мне напоминает фитнес-зал. Да, вы совершенно правы, да, на самом деле. Это такие же, в принципе, тренажеры, которые имеются, наверное, в любых фитнес-залах. Ну, в данном случае эти тренажеры представляют тоже, как бы, один из методов, с которыми мы работаем для реабилитации наших пациентов. Ну, касательно травм. Касательно травм, вот вы даже можете посмотреть, на каждом тренажере даже отмечены, ну, скажем так, группы мышц, за которые отвечает каждый аппарат, когда на нем занимается пациент. То есть в зависимости, когда приходит пациент, мы его осматриваем, мы смотрим, где у нас есть недочеты, где нам нужно тщательно поработать, где нам нужно подлечить, так скажем. И уже вот назначаем лечение, и вот один из методов – вот эти вот тренажеры. Невозможно каким-то одним методом вылечить. Все это в купе, все это вместе нам дает вот такой вот результат. У нас работают специалисты под названием инструктор ЛФК, то есть инструктор лечебной физкультуры. То есть они работают с пациентами индивидуально. Помимо того, что они с ними работают индивидуально, они, вот когда они занимаются в наших тренажерных залах, занимаются на этих аппаратах, они контролируют, смотрят, подсказывают пациенту, где ему, что нужно, как правильно сделать, сколько нужно сделать, когда делать и так далее. То есть я же говорю, выйдя от нас, пациенты уже понимают и осознанно уже подходят к тому, как ему дальше жить, так, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизнедеятельности. И в конце нашей программы, дорогие телезрители, хотелось бы сделать небольшое заключение. Если вы получили травму, немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту за помощью. Ведь здоровье – это аманат, здоровье – это наше богатство. Берегите свой аманат и свое богатство. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова